Так, Наталья, где мы? Мы продолжаем нашу экскурсию. Это Семанский Черниговский скид, улицы Гевсиманские пруды. Это все тот же Сергеев Посад, но это далековато от центра города. Ты имеешь в виду от Сергиевого Посада? Нет, мы в Сергиевом Посаде находимся. Это все город Сергеев Посад. Ну, подальше от центра. Конечно, раньше это было за городом. Что такое скид? Это место уединения монахов, куда не пускали миряна. Если пускали, то только на большие праздники. И вот как раз вот тот храм является тем местом, куда еще пускали миряна. Под низом этого храма есть подземная церковь. Мы надеюсь туда спустимся. И это сели. Здесь до сих пор живут монахи. Ну, конечно, их очень мало, только те, которые здесь обслуживают. И так как в связи с тем, что территория в советские времена была очень-очень урезана, весь скид восстанавливали, здесь находится чудотворная икона Черниговской Богоматери. Мы сейчас к ней пойдем. Ох, как здорово! Вот почему я тебя спросила, что это современное. Здесь реставрация. Это все реставрация. Вот поэтому я спросила тебя. Вот здесь красиво, мило. Прекрасно и здорово. Вот этот кадр. Шикарный кадр. Давай, рассказывай. Ну, вот непосредственно сам храм. Вот здесь раньше была очень большая территория. Это вот Кита. В советские времена тут все было отдано. Что под склады, что под техникум сельскохозяйственный. Вот. И не получается у церкви вернутся эти все талии, эти территории. Ну, теперь уж мы. Эта уже группа собралась. Сейчас мы в самом храме. Если захотите спуститься, то мы можем тоже группу вокруг себя организовать. И тоже спустимся. Конечно, хотим. Сейчас уж я к мощам Сергея Радонежского не попала. Ну, как это не попала? Ты вот рядом совсем была. Да, я даже там крест поцеловала. Корреспондент. Корреспондент, да. Вот это вот, где жили монахи. Тут, наверное, снимать нельзя, но я все-таки сниму. Вот так вот жили монахи. Сейчас я еще покажу. Еще под ногу. Вот. Смотрите. Вот так вот жили монахи. Сможете вот так или нет, я не знаю. Вот. Вот всего такая маленькая гелия. И вот. Я так не смогу. Реально. Так какие люди там, да, туда, на этот подвиг. Ой, я так не смогу, честно сказать. Тебя так смиряли. И смирение собственной плоти. Нет, ну, я... Чтобы познать. Чтобы познать себя, свой дух познать. И для этого же делать все. Ты знаешь, я тоже свою плоть считай. Очень смиряю. Ну, я думаю, что им такого бы было недостаточно. То есть у каждого есть свой предел аскезы. Кому-то 40 дней по 100 подержать в год, и то это уже круто. А кто-то сидит на сфероядине годами и не понимает, что это вообще тоже какой-то вид аскезы. Вот. А кто-то праноед. Вообще воздухом питается. Так, о праноедах я сегодня узнала от Натальи. Оказывается, есть люди, которые едят раз в неделю. Раз в неделю. Ужас. Да, да, есть такие, которые... Ну, это умение брать энергию от Земли, от Господа, из космоса питаться. Наполняется энергией, потому что человек, он не только из еды берёт энергию. Вы сами это все понимаете, когда вы просыпаетесь, у вас есть силы, вы отдохнувшие, да, то есть и сна человек черпает энергию. А ещё, когда мы бываем на природе. Ну, тоже как-то аппетит, конечно, нагуливается, но это совсем другое. У меня такое чувство, что я сегодня духовного получила за всю свою жизнь. Мы говорили про неспасение. Вот реально. Ну, да, реально такое чувство, что я давно этого не брала, и вот сейчас это как бы за посла на посла, не знаю, как это сказать. Великий русский мыслитель. А вы так стоите? Я так стою. И Наталья, оказывается, тоже. Вместо силы. Как же поставить сейчас около дерева? Энергетически. Наталья всё-таки очень удивительный человек. Я так рада, что я с ней познакомилась. Она мне столько сегодня открыла. И сегодня специально приехала походить, покупать по местам силы. И вот. Такое чувство, что я сегодня просто набралась духовности. Просто я как будто я сегодня её поглощала, ела. Не знаю. Но когда человек очень много знает, когда он тебя водит по тем местам, которые обладают какой-то силой, мощью, это на самом деле очень дорогого стоит. Мне я сегодня очень благодарна. Как бы такая юбка, эта в церкви выдаётся. Она в брюках сама. Вот ей выдали такую юбку в церкви. Такие мягкие с листами, что вообще двери. Согласна? Ха-ха-ха. Что написано? Кто? Знаки читай. А что там написано? Я не разбираю. Внизу что написано? Мурам. Правильно! Следующая поездка у нас. Мурам. Просто Наталья рассказывала мне о местах силы, и она сказала, что Мурам – это место силы. Вот следующая поездка Мурам. И это знак, это действительно знак. Вот, Мурам, да. Как я этот знак не заметила. Да, всё, я еду в Мурам. Видеоотчёт оттуда пришлю. Да, это мы спланируем. Маленький колокол. Маленький, но приятный. Вот так вот берёзка будет лучше. Намного. Как здорово, когда тебе Вселенная посылает такого замечательного человека, который тебе всё ещё и расскажет. И покажет. Академия. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...